Здравствуйте! Вы смотрите программу эксклюзив Саигуль Жамаловой. И сегодня мы беседуем с председателем Совета директоров Банка ВТБ Казахстан Михаилом Эдуардовичем Осиевским. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Мы знаем, что Банк планирует принять новую стратегию развития в Казахстане. Скажите, на что будут сделаны основные акценты? Основной акцент делается на расширении торговых связей между странами, входящими в евразийское экономическое сообщество. Казахстан – крупнейший торговый партнер Российской Федерации, поэтому основная задача – это поддержка российского бизнеса здесь, в Казахстане, и казахского бизнеса в России. Мы хотим активно вовлекать в качестве денежной единицы для расчетов рубль, но планируем также наращивать наши операции в национальной валюте, в Тенге. Мы активно взаимодействуем с институтами развития, с институтами поддержки экспорта. Это одна из тем сегодняшнего форума. Много говорится о том, что делает правительство Казахстана, правительство России для того, чтобы сделать продукцию своих компаний более конкурентно способной. В июле этого года вы говорили об увеличении кредитования малого и среднего бизнеса. Скажите, а в Казахстане будет продолжена доля кредитования таких предприятий? В целом, вообще, какие именно отрасли вы считаете наиболее приоритетными и рентабельными в Казахстане? Мы активно участвуем в тех программах поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализуются через холдинг Байтерек и другие институты развития. Мы работаем практически во всех областях Казахстана. Конечно, малый и средний бизнес – это в первую очередь торговля, это сельское хозяйство, это выпуск продуктов питания. И здесь мы видим очень хорошие примеры эффективного развития бизнеса. И вообще вкус жителей Казахстана к бизнесу, мне кажется, он нарастает с каждым годом. Какими инструментами ВТБ-банки намерены наращивать клиентов в Казахстане? В первую очередь, конечно, я уже сказал, мы ориентируемся на те компании, которые продают компанию на российский бизнес. И здесь мы планируем выдавать кредиты в рублях, в том числе инвестиционные кредиты, на срок 5-7 лет для создания необходимых производств, расширения мощностей. В то же время мы видим и большой интерес российского бизнеса в работе в Казахстане. Это касается и фармацевтики, и IT-индустрии, и многих других. Мы выдаем гарантии в пользу государственных органов по государственным контрактам и планируем расширять этот спектр деятельности. Но вот мы с вами только что обсуждали поддержку малого и среднего бизнеса. Здесь мы будем делать акцент на взаимодействии с институтами развития, с институтами, которые занимаются целевой поддержкой тех или иных отраслей. А какие продукты банка сегодня наиболее востребованы среди казахстанских клиентов? Ну, как правило, это традиционный кредит на пополнение оборотных средств, гарантии. Активно сейчас идет рост портфеля физическим лицам. Люди все-таки прошли через вот эти серьезные финансовые потрясения. Снова берут деньги для того, чтобы приобрести необходимые товары, купить жилье. И в этом смысле, мне кажется, пик этой нестабильности пройден. И как и российская экономика, экономика Казахстана, наверное, все-таки начинает уже, пусть и медленное, но движение вверх. Многие эксперты сегодня прогнозируют улучшение финансовой и экономической ситуации в России и Казахстане. Вот на ваш взгляд, о какой временной перспективе идет речь? Мне кажется, что и в России, и в Казахстане были приняты очень правильные, либеральные модели регулирования. Вот в период таких высоких волатильностей на сырьевых рынках. И рубль и тенге сегодня находятся в свободном плавании. Курсы валют определяются исключительно рыночными методами. Второй очень важный принцип, который использует Национальный банк Казахстана, это паритет покупательной способности по отношению к рублю для того, чтобы национальная валюта была достаточно сильной и позволяла национальным производителям работать на межгосударственном пространстве. Обе страны зависят в значительной степени от цены на нефть. Мы все-таки видим, что она тоже стабилизировалась. Поэтому и российская, и казахская экономика в следующем году наверняка уже начнут расти. Какую сферу сегодня вы назвали бы наиболее динамично развивающейся в Казахстане и России? Ну, несомненно, это сырьевые отрасли, где и Россия, и Казахстан являются глобальными игроками. Мы вместе добываем нефть, уголь, руду, золото и многие другие виды сырья. Здесь и российские компании работают на территории Казахстана, и многие компании из Казахстана поставляют свою продукцию в России. Поэтому вот это традиционное направление, конечно, является самым важным и самым серьезным. Тем не менее, развиваются и другие проекты в области транспортной инфраструктуры. Это шелковый путь, современная экономика невозможна без быстрого перемещения товаров. И здесь вот такое глобальное взаимодействие с нашими партнерами, с Китаем, наверное, очень важно для всех участников. Скажите, а трудно ли конкурировать на банковских рынках, учитывая тот факт, что ваш банк представлен в 20 странах, начиная от постсоветских до европейских стран? Конкуренция, наверное, все-таки полезна для потребителей, и поэтому мы нее не боимся. Мы стараемся все-таки найти свои ниши, предложить нашим клиентам те услуги, которые другие участники финансового рынка, может, представляют в меньшем объеме или не представляют вообще. Но еще раз, наша основная миссия – это поддержка торгового оборота между странами евразийского экономического сообщества, поскольку мы представлены во всех странах, входящих в него. Спасибо большое за интервью. Я напомню, что сегодня мы беседовали с председателем Совета директоров Банка ВТБ Казахстан Михаилом Эдуардовичем Азиевским. До свидания. Всего доброго.